добрый вечер меня зовут михаил тут написано я занимаюсь кубернетисом mailroom сейчас я разберусь как работает кликер я технический руководитель проекта платформа до того как заниматься кубернетисом я около 10 лет работал в поисковой компании потом я работал в азиатском аналоги амазона лазаде и именно там я начал заниматься кубернетисом там меня было около 600 серверов шести азиатских регионах и с помощью них мы спокойно выдерживали распродажи и черные пятницы после того как офис лазады закрылся в москве я пришел в mail.ru занимаясь кубернетис мне примерно около трех лет когда я пришел в mail.ru я пришел обычным админом и моя задача была взвести кубернетис в одной из групп с этим я начал заниматься примерно в июне восемнадцатого года за 10 месяцев мы смогли довести количество наших приложений в кубернетисе до 100 а в марте девятнадцатого года мы поняли что кубернетис нам подходит и и мы хотим выразвивать дальше примерно в это же время а точнее где-то в ноябре восемнадцатого года был старт второго проекта кубернетиса в другой группе но за несколько месяцев у них не получилось достигнуть каких-либо значительных результатов и поэтому я переключился в апреле девятнадцатого года на эту группу и помог им также наладить работу кубернетиса что можно увидеть на графиках по количеству диплоев у нас в продакшн сейчас я отвечаю за весь процесс внедрения кубернетиса в эксплуатацию mail.ru за архитектуру кластера за инфраструктурный софт за гайдлайны для админов и разработки за обсуждение любых вопросов которые могут возникнуть с кубернетисом с разработкой с проект менеджерами с безопасниками с сетевыми инженерами и так далее если кто-то не может решить вопрос своими силами они приходят ко мне мой доклад состоит из двух частей первая часть о моем видне человека который может внедрить кубернетис вторая часть про то как у нас устроены кластера кубернетисом начну с первой части кто он кубернетис админ как вы знаете сейчас есть облачные платформы amazon google mcs которые позволяют с помощью веб-интерфейса завести себе кубернетис кластер и стать кубернетис админом но мы поговорим про другого человека мы поговорим про человека который должен с нуля мочь взвести кластер и по моему он обязан знать linux он обязан знать linux на таком уровне чтобы разобраться любой проблеме которая может возникнуть в процессе работы linux это и как определить почему что-то тормозит и как работают с группы и как работают шедулеры на процессоре любые вопросы которые могут возникнуть в процессе работы linux он должен знать так как кубернетис эта система которая работает с сетью необходимо знать протокол динамической маршетизации например у нас используется калика но во всем остальном mail.ru ip-адреса анонсит с помощью протокола рип и одной из моих задач было сделать так чтобы калика заработала с рипом также по моему этот человек должен уметь программировать не обязательно программировать на уровне сеньора но желательно хотя бы уметь писать быстрые обвязки вокруг кубернетиса например у mail.ru есть свой мониторинг чтобы подружить alert manager с мониторингом mail.ru мы быстро написали веб-сервер который принимает который работает с целью менеджером и отправляет данные в мониторинг и если бы мне приходилось каждый раз просить разработку что-то сделать это было это замедлило бы процесс поставки софта в классе поскольку его еще надо развернуть ему конечно надо знать как работа системы контейнеризации докер подман крео и так далее ему надо уметь быстро читать на английском поскольку сейчас почти вся документация у нас на английском конечно есть статьи которые рассказывают о том что делать в кубернетисе на русском на хабро хабре и так далее но в основном это английский язык ну и конечно он должен знать как работает кубернетис поскольку в процессе внедрения часто возникают различные вопросы как должно быть сделано приложение как устроена ридность пробы лайфность пробы как вообще сделать так чтобы все заработало если постоянно бегать в документацию либо прыгать в чат по кубернетису это занимает время а нам важно это делать быстро чтобы вообще кубернетис у нас заводится по большому счету по двум причинам первая причина это тайм-то-маркет вторая причина это удобство эксплуатации чтобы увеличить тайм-то-маркет нам надо уметь автоматизировать поставку софта чтобы это уметь надо представлять как работают пайплайны и как их делать и конечно надо иметь много терпения любить людей поскольку в процессе внедрения очень часто возникают различные трения приходится работать с возражениями приходится убеждать приходится договариваться и если у вас нет терпения то ничего не получится когда я пришел во вторую команду которая не очень быстро могла взвести у себя кубернетис и наладить поставку софта я заметил что у них есть некоторые проблемы в общении и я хочу особо отметить что сейчас по моему soft skill и необходимы для эффективного взаимодействия между членами команды поскольку если у вас в команде напряженная атмосфера если администраторы разработчики не любят друг друга и ругаются на каждой встрече то ничего нормального не получится и будет происходить все медленно и постоянно они будут сталкиваться лбами и не находить компромиссы также по моему очень важно чтобы все чтобы весь процесс работы в кубернете был прозрачен для всей команды чтобы все видели что происходит поскольку разработчиков много обычно администраторов мало и возникает такие ситуации когда есть задачи которые хотят одни разработчики вторые project manager безопасность и если они не видят что происходит они постоянно дергают админов либо тех людей которые этим занимаются также очень важно быстро отвлекаться на запросы разработки поскольку в данный момент кубернетис это более-менее новая технология и не все умеют писать манифесты не все понимают как это все работает и если разработчик пишет какой-то манифест и пытается что-то у себя сделать и не понимает как это сделать и ждет ответа сутки например на свой вопрос то он давно смог уже переключился на другую задачу и обратное переключение у него займет какое-то время а у нас таки цель быстро катить софт ну и конечно будьте профессионалом очень важно иметь огромную мотивацию чтобы хотеть внедрить облачную платформу если у вас нет тасков спросите своего начальника если увидите проблему положите ее в джиру относить соответственно к своей работе наши инсталляции мы работаем на баре металле восстанавливаем кубернет с помощью папе там я веду модуль я мейн тенью модуль для кубернетиса вы можете посмотреть по этой ссылке данным сейчас у нас около 270 серверов серверов процессоры такие память мы пытались поставить 512 гигабайт на ноду но поняли что это слишком много и у нас оставалось очень много недоутилизированной памяти мы пытались жить на sata дисках поскольку пока все наши приложения статус и по сути дела разработчики заявляют что они не используют диск но это не всегда так бывает так что им данные не важны но пишут на диск они активно поэтому нам пришлось перейти на ssd диски везде нас 10g сеть наша инсталляция кубернетиса растянута на 5 дата центров и это одна инсталляция кубернетиса у нас не по одной инсталляции кубернетиса в каждом центре одна инсталляция на 5 дата центров поскольку ртт между дата центрами у нас примерно 500 микросекунд и мы можем себе это позволить и также есть и также нашем кластере уже заведены tesla ноды где прекрасно люди обсчитывать свои модели как вы видите это скриншот я делал вчера по утилизации кластера например нас такие числа 30-40 процентов утилизации мы не используем kubi adam прекрасная программа которая позволяет быстро настроить кластер с этим не спорю но мне важно и моим коллегам важно чтобы администратор в процессе внедрения кубернетиса пощупал его руками если есть возможность я хочу сказать о том что если у вас есть возможность сдать экзамен на правление машиной на машине с автопилотом то какая то есть вероятность что вы не будете дальше изучать как работает машина а нам необходимо чтобы каждый администратор знал как работать кубернетис чтобы он мог его починить все демоны кубернете запущены через systemd в этом нету как бы особого смысла это просто сделано так было в папе модули если нам будет это жать мы перейдем на статические поды control plane у нас состоит от 2 до 5 нот все они в разных dc кластер айт сиди у нас либо отдельно либо на мастерах сама сеть как я уже говорил на калике и широко используется рип у нас поднят отдельный центр сертификации на болте и абсолютно все сертификаты для кубернетиса выписывать через болт у нас есть корневой сертификат который разложен на все наши машины и возможность выписать сертификат у нас используя не только кубернетисе но и на наших железных серверах в подах при старте если это необходимо и так далее персистен сторожа у нас почти нет есть мы сейчас пробуем open ebs в качестве сторожа для людей которым не важна скорость доступа к сторожу и которые просто его хотят но думаю о том что где-то через полгода будем активно смотреть в сторону либо лин сторона лин стора либо цифа мы еще не знаем мониторинг у нас сделан через прометей но у нас есть ремонт сторож ремонт сторож у нас реализован через carbon click house это разработка нашего программиста вы можете его видеть здесь по этой ссылке это нам позволяет хранить метрики прометей в кликаусе практически неограничным количеством и у нас нет проблем например вытащить метрики за год из кликаусом вытаскиваем смотрим мы их через графа ну графа на нас смотрят опять-таки в другую разработку нашего программиста который на который называется графит кликаус который умеет вытягивать данные из страджей кликауса и показывать их формате прометея логи мы пишем через файл бит он он стоит дэймон с этом дэймон файл бит выгружает все логи на промежуточные сервера где батчами они выкусываются по мегабайту например или по 10 тысяч строк и засовывать кликаус а интерфейс кликаусу это редаж разработчики в редаже могут сделать селекты и получать доступ к логам для обе тестирования кеннери мы пытаемся внедрить арго-ралаутс арго-ралаутс подкупила меня тем чтобы тем что чтобы его внедрить достаточно каинд диплой поменять на каинд ралаут и в принципе все должно заработать и мы сейчас пытаемся это проверить у нас написаны некоторые mutation дуб хуке которые помечают все объекты которые проходят через api сервер и навешивают на них определенные метки например одна из меток это когда последний раз был виден объект в api сервере и таким образом мы избавляемся от устаревших объектов например от стейджингов от девов ну в общем любые объекты которые например не знаю там неделю не прокатали через пайплайн у нас считается устаревшими мы их потихонечку начинаем удалять на нодах естественно развешаны различные метки мы размечаем ноды по дата центром и стойкам это нам позволяет сказать шедулеру как правильно задеплоить подым также думаем о том чтобы ставить ноды кубера на хранилище чтобы использовать как спот инстансы у нас есть естественно mail.ru хранилище где используется диски в основном дисковое хранилище а процессор не используется чтобы повысить утилизацию серверов мы подумаем о том чтобы взводить там кубернетис в залить там кубилеты и иметь возможность что-то посчитать на этим на этих процессорах как заводим трафик в mail.ru как вы понимаете не только кубернетис это в основном гетерогенная среда у нас есть железные сервера обычные совершенно есть кубернетис и нам надо было сделать так чтобы было удобно заводить управлять заведением трафика везде поэтому у нас используется envoy который стоит в тех местах откуда надо попасть кубернетис нб может стоять на железных серверах в подах кубернетиса на гитвеях которые принимают трафик где угодно например есть фронты 500 штук например мы ставим туда по инвой и все эти фронты сразу же при получать доступ кубернетис инвой управляется через агент который написан опять таки нашим программистом инвой асист он пока не готов выкладывать в open source но возможно выложит потом этот агент позволяет управлять всеми инстанциями инвой из одного места и например когда он сменяется конфигурация мы изменяем эту конфигурацию только в одном месте а все агенты которые сидят на серверах вытягивают конфигурацию применяют ее к себе инвой узнает об айпишниках подов через dns discovery он ходит в наш корр dns и вытягивает оттуда айпи адреса через headless сервисом если нам надо пройти из кубернетиса из кого-то пода куда-либо в другой сервис мы тоже используем инвой а мы не используем почти не используем кластер айпи поскольку мне не нравится что этот над что это бедность балансировки и что есть небольшая вероятность что можно пролить трафик nvoi в этом случае надежен и конечно безопасность потребности у нас три сети в инсталляции кубернетиса есть сеть для мастеров есть сеть для нот есть сеть для подов если мы считаем что софта особо опасен мы отселяем его в отдельную совершенную сеть на отдельные железные сервера сразу же при взведении кластера мы включаем сетевые политики мы используем сетевые политики от калика не network policy а именно вот каликовские сетевые политики поскольку там довольно таки удобная концепция global network policy мы постоянно проверяем наши образа на уязвимости с помощью софта 3v атака security на наш серверах стоит специальный софт от персон безопасности который следит за тем что происходит в подых на серверах также у нас реализована такая модель что есть базовый образ от которого односледованы все остальные образа которые запускаются в кубернете если выходит какая-то уязвимость мы обновляем базовый образ а далее все образа пересобирать автоматически и перевыкатывать на весь кластер поэтому даже если в 4 утра мне кто-то позвонит скажет нужно срочно все обрезал срочно передеплоить весь классер потому что вышла нас какая-то из цели уязвимость это не проблема совершенно так как мы используем инвой у нас появляется возможность без участия разработчиков сделать клиент серверную он дефекацию при старте пода в нет контейнерах через волк у нас появляются клиентские сертификаты которые подхватывает инвой а сам софт идет в инвой например по хтп сам же инвой инсинирует соединение уже по хтпс у в нужную точку а там уже проверяется либо common name либо что-то еще и так далее мы постоянно балидируем конфигурацию опять-таки есть софт от aqua security и пытаемся сейчас внедрить под security policy но это идет тяжко поскольку самом начале были сделаны некоторые ошибки в конфигурации но мы к этому придем как выглядит наш ся и сидим во первых это монорепа монорепа это значит что если у меня в кластере 200-300 диплоев все эти диплое находится в одном гитом репозитории это удобно для администраторов и удобно для шаблонизирования первый шаг чтобы задеплоить софт это запушить свой бранч манифест потом нас запускаются различные линтеры тесты потом собирается образ образ у нас собирается с помощью макису это софта тубера там есть ссылка потом опять таки как я уже говорил хост имидж проверяется безопасность с помощью 3 и потом он выкатывается в отдельный девушки кластер кубернете сам в этом кластере у разработчика есть доступ к консоли есть доступ в под и он может оттестировать весь свой софт на роботоспособность и вот этот цикл повторяется пока он не решит что у него все хорошо потом он создает мерч реквест и происходит диплой в стейдж стейд это уже продакшн кластер но отдельный name space который создается по имени брончан там он проверяет что у него есть все доступы и софт работает в продакшн среде и и как только он решает что все хорошо мерч реквест принимает администратор и у нас запускается полностью применение всех манифестов в этой монорепе то есть если кто-то что-то руками поменял в каком-то из диплоев все изменения при следующей выкатке будут откачаны до того что находится в gt это этот подход пример напоминает подход гитопсом это все правда есть какой-то демон который следит за тем чтобы гид всегда соответствовал мастер гита всегда соответствовал тому что находится в кластере у нас же достигается с помощью пайплайнов но возможно мы что-то внедрим другое после того как после удачного релиза некоторые приложения копируются обратно в деф-кластер это сделано для того чтобы разработчики когда выкатывают софт который зависит от какого-то софта могли тестироваться об релизную версию ну а если у нас что-то прошло не так у нас посылать нотификация в наш чат когда мы решали что использовать хелм 2 или писать свой темплейтер мы решили что мы напишем свой темплейтер поскольку хелм нам не понравился своим тиллером своими го темплейтами и различными багами которые в нем возникали а когда ты пишешь что-то свое ты всегда знаешь как она работает и можешь легко этим управлять но сейчас вышел хелм 3 я посмотрю на него и возможно он у нас тоже появится а также одним из требований которые предъявляются к нашему пайплайну это то что он должен работать всегда и отсюда вытекает требования что все образа должны всегда уметь пересопираться в любой момент поэтому если у нас польские то внешние зависимости которые вытягивать из интернета мы их тягиваем к себе и обычно это рпм пакетами и того по моему чтобы если чтобы сделать так чтобы у вас успешно произошло внедрение губернетиса наймите человек который этим уже занимался либо вырастите его у себя в команде создаете атмосферу когда вы можете спокойно общаться и продуктивно создавать какой-то продукт подумайте на архитектуре кластера не забывайте о безопасности и сделайте так чтобы разработке было удобно пользоваться вашим пайплайном чтобы у них не возникало вопросов почему так почему эдак чтобы они просто видели что их требования и их хотелки выполняются и позволяют им работать эффективно на этом все спасибо вижу целых несколько как правильно отвечать на вопрос почему вот под кубернетисом не используете openstack когда вы на сцене чтобы никого не обидеть openstack какой openstack обычный openstack любой но мне кажется openstack это лишний расходный ресурсов зачем он нужен когда можно обойтись без него зачем варить до базе абстракции тут еще люди хотят расскажите как долго у вас происходит этот процесс из дева в стейджинг в мастер обычно вот именно вот этот вот каскады из этого как его называть get flow это как раз то что убивает даже не континьюз делива к дипломе то убивает континьюз интегрэйшн у нас было недавно совершенно история что есть стартап который еще не объявлен наружу но сейчас он активно в стадии когда он развивается и разрабатывается и было необходимо им куда-то задеплуется причем срочно в пятницу мы об этом узнали в понедельник они уже вошли в продакшен привет миша не вопрос насчет гейтвоев на инвое я так понял что они получают айпишники подов через днс до что случается в том в тот момент когда и происходит диплой и я так понял что тот или на эти записи пять секунд и как бы вот пять этих секунд что-то непонятно может происходить то есть айпишника уже нету туда доступа нету что в этом случае происходит а у него я очень богатая как бы хаус чеки когда ты его деплой аж ты можешь указать ему испихался к это самый простой что у него есть то можем указать это прихал чек и он просто постоянно он постоянно ходит в этот днс и если не какие-то upstream они работают он их просто выкидывает из своего как бы от стим пула и не посылать туда трафик а если он послал трафик и этот трафик можно переповторить какой-то get запрос это конечно настраивается он может еще и ретри сделать на другой upstream если другой upstream отвалился в процессе запроса есть вопрос по поводу образов которые собираются ну то есть разработчик закомитил что-то дальше запускается сборка у вас есть какие-то промежуточные окружения там тест а можете погромче я к сожалению плохо слышу как вы осуществляете перемещение образов между средами и актуальному у нас нет перемещения образов между средами образ собирается всегда один и он путешествует между дэвст стейджингом и продам всегда один и тот же образ как вы версионируете там по релизам пока каким-то вехом но как у нас есть в репозитории файлик common-yaml где мы указываем название софта его версия и тег образа и там мы опять-таки указываем версию образа и при сборке этот образ так тегается и кладется в гитрепозиторий ой гитаре гитлаб-режистри спасибо спасибо за доклад коллеги вот первый вопрос задавали по поводу хотелось бы для себя уточнить у mail.ru есть же пас платформа кубернесс почему вы не используете я вот не совсем понял как говорится it your own dog food ну такой термин известный сленговый смотрите mail.ru это не одна компания mail.ru это много разных компаний под одним брендом и компания mcs и эксплуатация mail.ru это по сути дела две разные компании и чтобы им взаимодействовать необходимо ну как сказать у эксплуатации есть свои правила mcs есть свои правила настройки серверов настройки сред поэтому чтобы внедриться в mcs необходимо чтобы возникло какой-то профит больше чем просто использовать обычные сервера как только он как только использование мcs будет для сотен серверов тысяч серверов которые у нас есть превышать профит мы об этом подумаем а и второй вопрос можно а как вы можете повторить как вы тегируете смотрите у нас есть самом простейшем варианте это название софта и его версия когда разработчик релизит новую новую версию обычно это какая-то рпм к с этой версией и мы по сути дело у нас есть имя образа двоеточие версия это рпм к которой вы есть в этом образе этот простейший вариант когда мы так делаем ну простейший вариант есть еще более усложненные варианты когда у нас есть еще теги которые позволяют перестали пересобрать образ когда рпм конвер не изменилось а изменился докер файл но опять таки то есть в контейнере рпм к контейнере обычно ставится рпм к до некоторых местах у нас есть вытягивание из каких-то там пип модулей например либо питон скрипты либо глава модуль каких-то вытягивания но обычно это рпм к поскольку нам важно в любой момент может пересобраться и не зависит от внешнего мира но у рпм к то есть по сути хэш образа имеет ту же самую версию как рпм к правильно в самом первом случае да все так хорошо спасибо миша привет спасибо за доклад вопрос такой вы запускаете в кубернете стоит full нагрузку какую-нибудь а у нас есть пока один эксперимент с ребят мки он как раз таки очень экспериментальный подниму пан гбс и мы на него не надеемся но вот это единственное что мы запускаем и стоит филла в данный момент нас просто достаточно как бы молодой кластер поэтому нет ничего такого жесткого поскольку я считаю что внедрение должно происходить постепенно не сразу как бы сложными концепциями а вот сначала стоит вас потихонечку полигонечку все привыкли потом мы начинаем что-то делать более сложные не вижу больше вопросов еще давайте последний тогда привет спасибо за доклад вопрос такой на слайде с пайплайном было указано что это все для монарепы и и в таком случае как проект платформа матчится с таким модным трендом что монолиты сейчас но разработчики любят распиливать как вы будете там раскатывать свою платформу когда ко мне приходят разработчики ими говорю что у нас монарепа все но у тебя есть планы как бы распиливать пока планов нет поскольку понимаете в mail.ru за состояние софта на продакшен серверах отвечает администраторы поэтому монарепа удобно администратором поэтому так как только разработка а ну и плюс еще из требований вот базовый образ если у меня например вот действительно вот 250 диплоев 250 гитреп и мне надо срочно пересобрать все это я должен сходить в каждую репу и пересобрать я у я сдохну это делать а с монарепой мне один комит в один файл все все пересобирается окей понял спасибо